Яркие клумбы, необычные формы цветников, творческие зоны и арт-объекты. Детские сады и школы Чебоксар готовятся встретить 100-летие Чувашской автономии красиво. Управление образования администрации города запустило конкурсы на лучшее преображение территории «Цветущая Чуваша» и «Цвети моя Чуваша». Территория каждого дошкольного учреждения – это его своеобразная визитная карточка. Когда каждый уголок превращается в настоящий арт-объект, малыши с огромным удовольствием приходят в садик. Для Софьи Михайлова это первое серьезное творческое задание. В дежурной группе вместе с воспитателями дошколят на прогулке ухаживают за клумбами, поливают цветы и изучают чувашский язык. Мы поливали цветочки, это нам очень нравится. Детский сад 202 в подобных конкурсах участвует не первый год. Он уже был лауреатом и занимал призовые места. В этом году всю красоту дизайнерского искусства на территории создавали сами воспитатели, дети и их родители. Садик будет представлять свои работы в номинациях «Арт Чуваша» и «Радуга цветов Чуваши». Здесь создали импровизированную речку, клумбу в форме солнца из бархатцев и петуний. Многообразие цветочных композиций просто завораживает. В силу эпидемиологической вот такой обстановки приходилось работать с малыми группами, с соблюдением санитарных норм. И хотя сейчас в дошкольном учреждении только дежурные группы, но мы с таким нетерпением ждем наших деток. Для этого мы постарались подготовить территорию, чтобы она была максимально красивой. К тому же в этом году замечательный большой праздник. Это столетие нашей чувашской автономии. А городской проект по облагораживанию школьных территорий «Цветимая Чуваша» стартовал еще в марте. Педагоги и дети активно включились в разработку клумб, посвященных столетию чувашской автономии. Так в школе номер 47 цветник оформлен в виде книги. А на территории расположились символы чувашского народа «Три солнца». И раскинулся мост Азамат Киберя. Это излюбленное место для фотосессий школьников и жителей Микола. Я вижу блеск в глазах детей, когда они разрабатывают новые дизайны. И мне очень приятно, что наши ребята активно принимают в этом участие. Школа в прошлом году стала лауреатом в городском конкурсе по озеленению пришкольной территории. В этом году мы тоже надеемся на успех. Результаты конкурса на лучшее оформление территорий школ и садиков подведут 24 июня. Елена Михайлова, Михаил Солин, Вести Чувашия.